друзья всех приветствую в этом видео хочу рассказать вот про вот этот крючок двухрожковый который вот прикреплен на этой стене замечательный такой вот крючок хромированный из силуминового сплава сделаны обычно бытовой прикреплен на вот эту стенку якобы вот эта плитка но это не плитка это панель так скажем пластиковая целлофановая под плитку вот смотрите видите она мягкая такая лжекафелька пока плитку не ложили вот обходимся вот такой вот штукой это если вам понадобится это вот продается в магазинах такие вот панельки вот прикрепили сюда вот такой крючок и вот он шатается у нас решили прицепить его на саморез стенку стенка вне бетонная то есть тут особо заморачиваться не надо было вот прикрепили и так и оставили для чего прикрепили сейчас расскажу прикрепили его для того чтобы это вот на кухне у нас на что вот вешать разделочную доску такая здоровая доска у нас есть вот сюда и вот он шатается то есть крючок шатается вот так его перекрашивать что это было это была совершена ошибка вот потому что у этого крючка два отверстия вот одно здесь одно здесь в одно отверстие уже вот вкручен саморез другое не стали вкручивать и вот такой вот эффект происходит имейте ввиду вот так у вас будет шататься он замечательный крючок вот смотрите как он шатается не шатается шатается не шатается я сейчас угораю конечно же снимать то особо не о чем канал так себе попер раньше активно вел сейчас не очень хочу его реанимировать надеюсь вы будете подписываться и писать комментарии на мои вот эти вот истории про вот такие мелочи жизни может кому-то пригодится но в общем смысл такой смотрите если есть два отверстия в таком вот крючке такой конфигурации то надо два самореза и загонять сейчас я покажу как это делается вот мы возьмем наш старый добрый шуруповерт который во всех видосах на этом канале засвечен повидавший виды шуруповерт и до сих пор живучий живущий потому что он живучий ну от этой фирмы тоже санкционочка вот так вот мы дожили до таких времен когда вот такие штуки уже санкционочка не реклама просто говорю сразу что теперь по параллельному импорту надо если что если кто поклонник вот таких фирменных вещей попал по параллельному импорту надо заказывать и гордиться что у нас оказывается есть параллельный импорт если раньше было напрямую то теперь на кривую и вот сейчас мы возьмем веточку вставим вот в этот вот шуруповерт вот такой замечательный патрон шуруповерт аккумуляторный про него много видео есть на канале кому интересно заходите посмотреть и сейчас вы просто его увидите в очередном действии вот этот шуруповерт и так друзья берем вот такой вот наборчик бит выбираем биту в нашем случае сегодня ph2 как обычно она сейчас подойдет под наш шурупчик для вот этого крючка вот сюда вот в это отверстие вот с такой шляпкой с обычным крестиком обычный без дополнительных лучиков это означает что для него применяется бита ph2 по английский и и чту вообще-то ну у нас принято называть ph2 то есть вот это вот крестовая бита вот она вставляется на этот вот шуруп саморез он шуруп если его плотненько так придавить но такой бите вот так он себя ведет вот сюда вот мы его сейчас вкрутим чтобы не шатался вот этот крючок повторюсь можно вот этот посильнее затянуть но все равно вот этот вот пригодится для того чтобы контрмера была предусмотрена так скажем в таком вот небольшом ремонтике это отверстие то у нас тут что-то раньше висела здесь это что-то хотели это в другом мы переклеили поэтому осталось отверстие может здесь наклеечку какую-нибудь в кресть не будет никакой дырочки ну вот берем вот так вот шуруповерт вставляем просто биту затягиваем переключаем себе на небольшое усилие редуктор шуруповерта ставим режим 1 для вкручивания саморезов выравниваем крючочек чтобы он ровно по вертикали был и прицеливаемся и тихонечко вкручиваем сейчас шуруповерт частично вкрутил саморез и тихонечко мы продолжим его вкручивать сработал редуктор можно усилить чуть-чуть прибавить и все все теперь крючок не будет шататься и перекашиваться сделано это с применением вот это вот устройство нехитрого а может уже хитрого кто его знает кто-то может быть присматривается к таким вещам не обязательно вот такой фирменный покупать есть и другие более дешевые и надежные этот час дорогущий но тоже надежный и вот имея такие вот вещи вы вот можете себе делать небольшие вот такие ремонтики можно это сделать и отверткой в итоге вешается на крючок вот так доска и крючок больше не перекашивается то есть ровненько висит так что имейте ввиду естественно аккуратные мастера потом все это дело вытаскивают и кладут все на место что мы собственно говоря и сделаем раз три четыре всем спасибо за просмотр надеюсь кому-то пригодится такая мелочь всем пока подписывайтесь